В Кургане прошла церемония закладки камня под будущий памятник святителю Николаю Чудотворцу. В этой части городского парка будет обустроен Никольский сквер. В закладке камня приняла участие глава города Кургана Елена Ситникова. Активное участие в создании скульптуры примет предприятие Курган Стальмод. В селе Пивкино Щучанского муниципального округа завершились работы по монтажу модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. Строительство нового медицинского объекта проводилось в рамках наспроекта здравоохранения. На эти цели было привлечено более 4 миллионов 200 тысяч рублей. Губернатор области Вадим Шумков вручил награды талантливым шадринским педагогам и спортсменам. В этом году было выбрано 63 победителя в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и IT-сфере. Для индивидуальных номинаций финансовое поощрение составило от 50 до 100 тысяч рублей. Для учреждений и организаций от 300 до 600 тысяч рублей. Шадринские огнеборцы заняли весь пьедестал в соревнованиях профмастерства. За звание лучшего боролись семь команд из шести муниципальных образований региона. По итогам соревнований лучшим стала служба второго пожарно-спасательного отряда. Команда победителей будет участвовать в региональных соревнованиях в городе Кургане. Авито и Почта России запустили новый способ оплаты заказов. Пользователь может оплатить заказ после того, как проверит посылку в отделении. Часть пользователей уже могут воспользоваться опцией в тестовом режиме. Одновременно можно заказать не больше трех товаров с оплатой при получении. В шадринском лагере Салют продолжается капремонт столовой. Подрядчик меняет кровлю и окна основного здания. Впереди внутренняя отделка, оборудование технических помещений и раздевалки. Обновленная столовая сможет принимать вдвое больше детей круглогодично. На территории Целинова округа совершен грабеж. Школьница на электросамокате приехала в магазин и оставила его на улице. Находясь внутри магазина, девочка увидела, как самокат забирает посторонний мужчина. Девочка сообщила о произошедшем матери. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. В результате разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Признавшись в содеянном, мужчина показал местонахождение похищенного электросамоката. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В Курганской области инспекторы дорожно-патрульной службы оказали помощь при тушении пожара. Поступило сообщение, что в селе Каменном на улице Заречной горит частный дом. Сотрудники ГИБДД уже через 4 минуты прибыли на место происшествия. К тому моменту жильцы горящего здания и соседи заливали огонь водой из ведер. Автоинспекторы присоединились к тушению пожара и помогли выносить имущество. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание. Пожар произошел из-за замыкания электропроводки.